по закону британский принц чарльз имеет фамилию романов его прадед георг пятый чтобы спрятать свое российское происхождение и стать настоящим англичанином взял себе кличку виндзор она не более чем примитивный псевдоним образованный от названия родной деревни или города например вася московский петя тульский митя рязанский мойша казанский эта кличка на королевский статус не влияет зато фамилия романов заставляет принца чарльза палить по современной россии из всех орудий в желании вернуть себе утраченный в революцию семнадцатого года трон российской империи елизавета вторая была последней из рода винздоров и на ней этот рот приселся только в результате того что она выпустила эту прокламацию сегодня считается что цари сегодняшний цари и короли великобритании и другие земель которые входят в это сотрудничество появляется тоже и на самом деле это неправда они вензорами не является но давайте рассмотрим все по порядку аватаром британского георга 5 прадеда принца чарльза романова является российский император николай второй романов его фигура становится все более загадочной и все менее реальной менее исторической вот официальная родословная чарльза по кличке виндер принца уэльского у рожденного романова отцом чарльза является филипп маунт беттен герцог эдинбургский матерью является елизавета вторая королева великобритании родство ведется по мужской линии дед чарльза по отцовской линии андрей принц датский и греческий прадед по мужской линии георг 1 король греции шеф первого пехотного невского его величество короля эллинов полка российской империи родными сестрами георга первого были королева великобритании александра жена эдуарда 7 и мать георга 5 а также российская императрица мария федоровна жена александра 3 романова и мать николая 2 романова супруга георга 1 прадеда чарльза по мужской линии прабабушкой чарльза является великая княжна ольга константиновна она из рода романовых ее отец великий князь константин николаевич романов сын российского императора николая 1 романова и александры федоровны младший брат императора александра второго романова ну и наконец по моей версии которую я опубликовал еще в 2016 году в своей книге метафизика власти георг пятый и николай второй это одно и то же лицо точнее король георг пятый был реальным но когда он правил российской империей то назывался николаем вторым в религиозном их и криминальных кругах принято менять имена по всякому поводу и без повода это тот случай для себя я уже давно пришел к выводу что никакого николая второго и тем более императора не существовало его выдумали режиссеры оккупационной власти это один вариант обоснования очень интересный но все же ближе к реальности есть другой вариант николая второго выдумала матрица произведениями которой являемся и мы с вами что значит выдумала может ли она выдумать и нас нет нас матрица создала а николая второго выдумала это принципиально разные процессы создание это процесс постройки живого организма когда есть некое начало существует некий рост и происходит развитие а выдумывание это театральная постановка реального живого человека не было но есть куча режиссеров сценаристов и актеров которые ставят спектакль о жизни некоего героя так что хотят показать зрителям его живым николай второй именно такой персонаж в реальной жизни его никогда не существовало но был театр религиозный театр ведь слово театр происходит от слова телос бог этот религиозный театр и поставил пьесу николай второй император и надо признаться поставлена эта пьеса отвратительно нарезана миниатюрными кусками а между ними ничего не сшито ничего не сходится сейчас я хочу заострить ваше внимание всего на двух моментах они новейшие мы с андреем архиповым раскопали эти два момента случайно рассматривая очередную выставку в центральном доме художника в москве на этой выставке были представлены якобы исторические фотографии семьи николая второго отдыхавшие на море и различные фотографии кораблей возможно мы нашли новое доказательство того что у императора николая второго была скажем так странная судьба здесь на крымском валу в москве центральном доме художника открылась выставка на которой представлены работы фото художников и среди этих работ представлены фотографии на которых запечатлен император николай второй и его семья и вообще на этих фотографиях очень много таких фактов запечатлено которые позволяют задуматься заново над гипотезой а был ли николай второй и если был то был ли он георгом пятым по нашей версии император николай второй никогда не был не уничтожен вместе с семьей а стал первый момент поразивший нас в этих произведениях на различных фотографиях мужики играющие роль николая второго и позирующие в его костюме для фотокамеры разные сегодня много говорят о двойниках сталина и даже путина я даже сам лично знаю двойника сталина он еще живой и весьма бодрый и несмотря на то что ему много лет его до сих пор часто показывают по телевизору и я желаю ему здоровья и долгих лет жизни а теперь у нас появился фактически фотографический материал о двойниках и даже тройниках николая второго некоторые двойники совершенно не похожи на канонического николая второго другие двойники представлены мужиками лет на 10 15 старше тогдашнего николая второго я представлю вам несколько изображений мужиков игравших роль николая второго а вы уж делайте выводы сами вот два портрета один 14-го года мы видим здесь нету никаких морщин и вот этот вот как будто старый потертый морской волк за 70 с огромным количеством этих вот складок угологлазанных и по всей видимости уши совсем несколько разные смотрите мочка одна а у этого другая обратите внимание мочки у этого приросшая а у этого расширенная мочка у этого маленькая суженная как у птички вот видите суши разные и у обоих говорится император николай второй не позднее четырнадцатого года а тут совершенно другой император какой-то другой овал лица скромный георгиевский крест или что там сейчас не различишь кто там что-то такая статичная фотография постановочная и вопрос здесь не в том плохо это или хорошо а в том что имеет двойников для первого лица государства это нормально и если это нормально то и расстреливать двойников вместо императора тоже нормально это я о мнимом расстреле императорской семьи с которым косоруки и романовы носятся с 1968 года все пытаются устроить в россии государственный переворот и все им это никак не удается кстати в очередной раз напомню фашистские войска объединенной европы на россию из ссср вел вовсе не еврейский полководец по кличке адольф гитлер его имя и фамилия буквально переводится как адский библеист он нес ссср христианство традиционным мессианским способом через расстрелы повешение и пытки но на россию и ссср напал клан романовых отодвинутый в 1917 году от императорского корыта романовы совсем многообразием их фамилий и кличек собрали деньги на войну некоторые из них даже бравировали мол на закупку оружия потратили все свои фамильные драгоценности вел гитлера на россию и ссср недоделанный император романов из колена кирилловичей и хотя великая отечественная война давно уже закончилась его внучка мария владимировна вот уже лет 30 снова пытается оккупировать россию и посадить на реанимированный престол своего отпрыска георгия годы десятилетия и уже века проходят а европейские завоеватели не успокаиваются слишком жирна и желанна россия для этой толерантной общности вечных преступников тереза мы не совсем красиво ни лицом не поступками не знаю что страшней иногда кажется что первое но сегодня точно второе в британии от имени мертвой королевы елизаветы второй правит ее сын чарльз урожденный романов прозванный виндзор и романовская британия снова зовет европу на войну против россии болезная тяга романовых к убийствам достойно твердого диагноза маниакальность в британском королевстве давно уже все шито гнилыми нитками и своей книги битва за мировой престол вышедшие в свет в 2014 году и ставший бестселлером я описал две интересные ситуации из жизни королевской семьи и этой самой злополучной терезы первая ситуация заключается в следующем когда сноха елизаветы второй улыбчивая кейт миддлтон рожала очередного наследника под номерным именем георг из законной фамилии романов тереза мы бывшая в то время министром мвд англии должна была совершить традиционные засвидетельствования такого рождения в обязанности министра входило присутствие при родах и официальное объявление что ребенок первое родился у той самой королевской мамы второе родился живым и третье ребенок не подменен эта традиция в глубоко традиционной англии никогда не нарушалась и вдруг на очередном номерном георги нарушилась королевская семья попросила терезу мы постоять в прихожей пока кейт миддлтон рожала номерного георга так что никто не знает она ли родила мальчика ведь кейт миддлтон неоднократно ставили диагноз бесплодие тереза мэй не может четко ответить на этот вопрос она не присутствовал на родах и теперь возможно и терезу и всю англию королевские проходимцы обвели вокруг пальца повторно родили чьего-то уже рожденного ребенка рожденного другой матерью именно после таких случаев рождаются слухи о подменышах конечно доказательств мало но второй случай произошедшие с той же терезой и с той же королевской семьей и самое главное тогда же заставляет отбросить всякие сомнения когда кейт миддлтон рожала с ней в палате дежурили две медсестры одна из них джасинта солданья неосмотрительно ответил на звонок пранкером и сообщила что ребенок и мать чувствует себя хорошо никаких проблем звонок создать не мог вокруг госпитале дежурили сотрудники терезы мэй дежурили но непонятно куда смотрели или может быть тереза дала им другой приказ она не стала проводить расследование в день звонка медсестру нашли повешенной в той самой палате и она успела написать три предсмертные записки больше смахивающие на завещание такая верная слуга романовской британской короны тереза мэй теперь направляет британию и европу на россию